Александр Шабанов теряется при виде прессы. Он прячет лицо под маской и не спешит общаться с журналистами. Почему проявили такую агрессию? Не могу объяснить. Вы не стараетесь судейно. Позже он признался, жалеет о совершенном преступлении. Расскажите, не порасскажите о совершенном преступлении. Тогда январским днем эмоции взяли вверх над разумом. Находясь в квартире, тюменец нанес несколько ударов топором по голове своей собаки. Как позже объяснил, это была реакция на агрессию пса. Он кинулся на хозяина. После мужчина упаковал животное в пакеты и выбросил в мусорный бак возле дома. Страшную находку обнаружил случайный прохожий. Животное уже было в таком состоянии, что оно даже не скулило уже. То есть не было глаза, это было видно, прорублена голова, видно колотые раны. Тогда собаку экстренно прооперировали и буквально чудом вернули к жизни. Пса назвали Оскаром. По характеру он настоящий боец. Что кто-то позевает? Сегодня Оскар чувствует себя хорошо. Несмотря на все старания ветеринаров, он полностью потерял зрение. Благодаря неравнодушным людям буквально начал жизнь с чистого листа. Мы учились заново ходить в помещение. Тыкались на стеночки, натыкались на двери. Где-то регулируется это все поводком, разговором, окликом по кличке. С крыльца спускались. Мы учились по звукам. Деньги на лечение собирали неравнодушные тюменцы. Бывший хозяин, осознав свою вину, тоже делал переводы волонтерам. Сейчас пес восстановился и полностью готов к встрече с новыми хозяевами, подбирать которых волонтеры будут с особой тщательностью. Мы намерены его передать в хорошие надежные руки, которые будут за ним смотреть и будут понимать, что эта собака особенная, что у нее особенное поведение должно быть. И чтобы он прожил уже долгую и счастливую жизнь в благополучной среде. Дело о жестокости бывшего хозяина мировой судья рассмотрел в особом порядке и, взяв во внимание смягчающие обстоятельства, вынес приговор. Признать Шабанова Александра Олеговича виновным в совершении преступления в основном участке 1-го статьи 245 УКС РФ и назначить ему наказание в виде исправительных работ на срок 1 год. С удержанием дохода государства 10% заработной платы осужденного ежемесячно. Елена Старожук и Артем Суханов. Тюменская служба новостей.